Малыши с диагнозом ДЦП, а таких в городском округе более 60, не имеют возможности посещать детские сады. Специализированных для таких детей групп в городских садах просто нет. Но первый шаг в этом направлении уже сделан. На днях 36-й детский сад получил спонсорскую помощь из фонда помощь детским домам, созданного два года назад, компанией «Автальянс» на организацию группы для маломобильных детей. Мы рады, что наши деньги идут на помощь детям. И дети все-таки наше будущее, и будем и дальше помогать. И еще хотим своим примером показать, что да, действительно, все, у кого есть возможность, по мере возможностей, должны вкладываться в наше будущее, в наших детей, помогать нашему городу. К слову сказать, данный садик был выбран не случайно. Опыт работы с особенными детьми у сотрудников этого дошкольного учреждения уже есть. Не первый год здесь работают группы для тотально слепых и с остаточным зрением детей. Новая группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата уже практически подготовлена. Осталось лишь решить вопрос с оснащением. На сегодняшний день приобретены форме тура для поручней, специальные столы и стулья для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В дальнейшем для оснащения этой группы нужно будет приобрести различные дидактические пособия, детские спортивные тренажеры, массажные мячи, сенсорные дорожки для обучения ходьбе, ходунки и многое другое. Полученные от спонсорской помощи деньги пойдут на оплату необходимого оборудования. Для ребятишек подготовлена комплексная программа, в которую включены занятия с дефектологом и массаж. Список детей уже сформирован. Это шесть разновосрастных дошколят от двух лет. Как пояснила старший воспитатель, такое количество прописано по нормам. Конечно же, это очень мало, но это только начало. Если, значит, у нас работа эта пойдет, я думаю, что возможно, что мы еще на базе же этого детского сада, может быть, на базе же этой группы откроем кратковременную группу, то есть на 2-3 часа. Но здесь, может быть, будем даже и подключать родителей в качестве тьютеров, которые могут помогать. Смотреть за своими ребятишками. Планируется, что группа примет новых воспитанников в августе или сентябре. Примечательно, что родители таких детей на 100% освобождены от оплаты детского сада. Эти расходы включены в местный бюджет. Марина Медвинская, Артур Мерзагитов. Информационная программа «Ежедневник».